Дорогие друзья, это Кухня по заявкам. Кухня, где я выполняю ваши заявки. Сегодня заявка посвящена использованию тхины в кулинарии. Я вам сегодня покажу хороший тхинный соус. Почему соус? Потому что это подходит абсолютно к любой еде. Я сегодня сделаю два разноплановых блюда. По сути, с одним и тем же соусом. Там будут маленькие отличия. Вы посмотрите. Ну, вы не посмотрите, я посмотрю, как это будет вкусно. Попробую. А вы только если сами это попробуете воспроизвести. Итак, использование тхины. Это такая кунжутная паста. Очень характерная для Ближнего Востока. Первое блюдо будет баклажан с этим соусом и с помидорчиками. Значит, вот у меня баклажаны. Я возьму два. На всякий случай. Сейчас я немножко проткну ножом, потому что я баклажаны буду запекать. Вот так. И пойду-ка я включу духовой шкаф. Сегодня я буду готовить в духовом шкафу кертинг. Здесь есть много различных функций, но у меня сейчас важна функция пара. Когда мы готовим в духовке, то сочность и влага у продуктов часто теряются из-за высокой температуры. А функция подачи пара помогает эту влагу сохранить и удержать полезные вещества и соки, а значит вкус. Обратите внимание, в комплект этой модели входит перфорированный противень. А это значит, что влага равномерно распределяется не только сверху, но и снизу. Ну вот, вот на этом самом противне я сейчас и буду запекать баклажаны. И, кстати говоря, не только. После них я еще кое-что запеку на этом противне. Итак, весьма мощный режим. 250. Работаем. Ну что ж, баклажаны в духовом шкафу. Теперь я могу заняться подготовкой помидорчиков. Это будут помидоры черри. Я возьму сковородку. Возьму-ка я вот такое вот растительное масло. И пусть оно пока нагревается. Черрики. Ну, кстати говоря, черри. Давайте с вами посмотрим. Вот я делаю разрез черри пополам. Вот срез. И вот я сейчас сделаю срез черри по-другому. Давайте посмотрим, вот какой срез черри вам кажется красивее. Первый или второй? Да, скорее всего, второй. Поэтому черри удобно все-таки нарезать. Вернее, неудобно, а уместно. Вот так, как я сейчас буду их нарезать. Тогда они на срезе красивее просто. И сейчас я их чуть-чуть поджарю на растительном масле. И потом добавлю к ним еще и немножко тимьяна. Вот это будет очень здорово. И даже чуть-чуть чесноку. Он мне понадобится и для тхинного соуса, ну, в общем, для всего. Пусть пока чеснок отдыхает прямо на доске. У меня есть немножко жгучего перца. Это для помидоров. Я отрежу краешек. Это не самое жгучее место у перчика. Вот немножко перчика возьму для помидоров тоже. Теперь я кладу перчик. Кладу помидоры. И немножко их грею. Чтобы они не так уж сильно потекли. Они должны такие, больше чем теплые должны быть. Я поэтому солить их не буду заранее, чтобы они не потекли у меня сильно. Вот так. Чеснок еще рано. Кимьян уже можно добавить. Вот так. Еще немного прогреваю. И вот теперь могу дать немножко чесночку. Все, помидорчики пока сдвигаются в сторонку. И перед подачей, повторяю, я буду их подавать и комбинировать с баклажаном вместе. Я их еще раз прогрею. Теперь я возьмусь за приготовление как раз тхинного соуса, друзья. Вот то, ради чего сегодня я на кухне, потому что я выполняю соответствующую заявку. Вот у меня паста тхины. Это, да, растертый кунжут в пасту. Вот у меня тхина. И сейчас я ее буду превращать в соус. На начало все добавляется просто вода. вода, соль сразу и венчик. И начинаю это вот так вот болтать. Сейчас у меня здесь все немножко станет более светлое. Видите, светлеет. Со временем эта масса станет несколько гуще. Сюда добавляется лимонный сок. И немного чесноку. Сейчас этот соус чуть-чуть стабилизируется и станет несколько гуще. Сейчас я пойду проведаю баклажан. Баклажаны я должен запекать не очень сильно, чтобы он был мягкий, но не расползался для какой-нибудь икры. Это чуть-чуть не до икры я должен его запекать. Я пока возьму сейчас, сделаю яичный льезон. Мне нужен льезон. Я возьму два яйца, потому что мне понадобится сравнить намного льезона. Это будет яйца. Немного воды. И мука, чтобы клеился лучше этот самый льезон. Я льезон по необходимости подсаливаю. Добавляю немного муки. Вот это будет хороший такой панировательный льезон, на который хорошо наклеивается панировка. Мне, кстати, он понадобится для двух блюд. Вот льезон есть. Вот сейчас я пока... Баклажан у меня запекается. Соус для двух блюд готов. Я для второго блюда немножко его подработаю. Черри-помидоры для баклажанов есть. И теперь второе блюдо у меня будет рыба, которая будет обжарена в кукурузной муке, в кукурузной панировочке. Это такой, знаете, техасский вариант. И сейчас я подготовлю эту самую рыбу. Пока у меня есть время для этого. Смотрите, вот у меня есть филе пикши. Это может быть и треска, это может быть судак. Я нарежу вот такими вот кусочками. Посмотрите, какими кусочками. И сейчас я эту рыбку немного подмариную. Маринад будет интересный. Вы можете за мной внимательно сейчас следить. Мне хватит вот этих вот кусочков. Ну, первое, что я добавлю сюда, это уже использованные сегодня в помидорах тимьян. Чуть-чуть приправлю рыбу тимьяном. Есть. Теперь я возьму, будете смеяться, друзья, лук. Сейчас я его почищу. И буду с ним уже упражняться. Лук сюда войдет в виде пюре, чтобы хорошенько промариновать рыбу. Я могу сделать вот так. И сейчас лук я такие, ребята, натру на терке. И вот этот луковый, немножко пюреобразный сок очень хорошо мне промаринует рыбку. Я сейчас попробую прямо на рыбу тереть лук. Вот так сделать, чтобы не мазать уже какую-то промежуточную емкость. У меня этого достаточно в рыбу. Здесь не надо, чтобы было масло в маринаде. Это было бы логично, но вместе с тем нехорошо, потому что на масло плохо наклеивается панировка. Я сейчас вот так вот распределяю лук. Сейчас лук начнет хорошенечко мне входить в рыбу. Присолю. Присолю. Чуть-чуть чеснока. Я сейчас чеснок дополнительно измельчу, чтобы он превратился в пюре. И жгучий перчик сюда. И я теперь уже его тоже хорошенько измельчу. Вот, смотрите-ка. Это вошел красный перчик. Лук, тимьян, жгучий перец, чеснок, соль. Вот это компоненты маринада для рыбы. Я перемешаю рыбку, чтобы все было равномерно. Вот это рыбка. Могу для приличия прикрыть пищевой пленкой. Есть. Вот, и пока у меня, ребята, запекаются баклажан, маринуются рыбы, скажу вам, что сегодня нашим партнером стал сайт food.ru. Это сайт и приложение обо всем, что связано с едой. Здесь вы найдете практически все. Кулинарные новости, тысячи проверенных рецептов, кухонные лайфхаки и советы от лучших шеф-поваров. Ну, типа меня. Кстати, на сайте у каждого блюда рассчитаны калории, а следовательно, белки, жиры и углеводы, записаны ингредиенты. Все сопровождается пошаговыми фото и понятными инструкциями. А чтобы скачать приложение, воспользуйтесь ссылкой в описании. Теперь, благодаря food.ru, у вас не возникнет вопрос, а что приготовить. Ну что ж, ребята, я думаю, что мой баклажан готов. Мои баклажаны готовы, их у меня два. Один у меня в резерве. Я вынимаю их из духовки. Духовку не выключаю, потому что я еще кое-что приготовлю на этом самом перфорированном противне. Вот баклажаны я могу пока взять рукой, горячо. Противень я пока оставлю вот здесь, в районе мойки. И вы знаете, сейчас я буду весьма интересно работать с баклажаном, но для того, чтобы я мог с ним так работать, я должен его чуть-чуть остудить, ибо мне придется его очищать руками. В общем, надо, чтобы баклажан немножко отдохнул. Так что мы, ребята, с вами увидимся через некоторое время. А, друзья, это кухня по заявкам. Кухня, где я выполняю ваши заявки. Сегодняшняя заявка посвящена использованию тхины. Из нее я уже приготовил соус. А теперь работаю дальше с баклажаном. Он уже отдохнул. Я сейчас с ним пока пообщался, вне кадра. Он сказал мне, что он уже отдохнул. Значит, смотрите. Сейчас я буду его чистить. Я возьму большенький. И сейчас буду его очищать от кожицы. У него уже кожица, видите, немножко отошла от самой мякоти. Вот. Я сейчас даже баклажан, смотрите, для начала положу на салфетку, чтобы она впитывала сок, который из него все-таки немножко хочет вытекать. И я очищаю его до плодоножки. Я сейчас ее обрежу ножницами, чтобы плодоножку, не дай бог, не затронуть. Вот видите, я его держу до плодоножки. Мне не горячо, хотя, видите, он еще парит. Он еще весьма горячий. Все, убираю лишнее, перекладываю на тарелку, еще немножко его обсушу, чтобы из него вышла влага. Я займусь еще подготовкой, приготовлением гарнира для следующего блюда. Это будет батат. Посмотрите, какой у меня есть красавчик. Батат. Я сейчас его помою. И нарежу на дольки, чтобы сделать что-то типа батат по-деревенски, только в духовом шкафу я сделал, на этом самом противне с дырочками. Значит, посмотрите, какая у бататов всегда красивая мякоть. Очищать я его не буду. И я сейчас поставлю его прямо в духовой шкаф, пусть, чтобы не терять время, пусть он пока готовится. Сбрызну растительным маслом. И положу его на перфорированный противень. Вот так, срезом вверх. Я могу его присолить. И пока суд доделал, процесс его тепловой обработки начнется в духовом шкафу Кертинга. Ну а я, друзья, возвращаю вас к баклажану. Вот он, посмотрите, уже хорошо отдал влагу, да? И теперь будет очень интересный процесс. Вы, наверное, такого никогда не видели. Я беру сейчас такую большую сковородку. И наливаю растительное масло. Я также сейчас возьму сотейник и поставлю масло для следующего блюда, чтобы оно грелось. Это так, чтобы время не терять. Потихонечку пусть греется и сотейничек у меня вот так. Налью сюда масло, такой полуфритюр сделаю. Вы не запутайтесь, друзья, не думайте. Все будет сегодня у нас с вами хорошо. Теперь я перекладываю баклажан уже на тарелку. Присаливаю его. Вот так. Наливаю на тарелку. Помните, я сделал льезон? Вот так. Льезон. Теперь я могу, смотрите, делать что с баклажаном. Я придерживаю за плодоножку и начинаю вилочкой его раздавливать. В такую, я это для себя называю, теннисную ракетку. Но раздавливаю аккуратно, чтобы он остался, так сказать, единым и целеньким. Видите, некая такая у меня сейчас будет отбивнуха. Такой шницель из баклажана. Вот видите, как я его аккуратно раздавил. Именно поэтому баклажан не надо перепечь в духовом шкафу. Надо, чтобы он был уже мягкий, но чтобы он не разваливался до конца. Ну, я думаю, что масло более-менее готово. И теперь я аккуратно вот так беру и баклажан свозюкиваю на сковородку. Я могу немножко подровнять его вот здесь. И дать еще чуть-чуть льезона вот так наверх. И сейчас баклажанчик у меня с одной стороны жарится. А потом я его поджарю с другой стороны. И потом уже будет очень быстрый процесс подачи идти. Раз. И вот так. Вот посмотрите, как красиво у меня сейчас обжарен баклажан с одной стороны. Это можно рассматривать как основное блюдо. Это можно рассматривать как закуску. Черт его знает. У кого какие аппетиты. Закуска всегда должна быть небольшая, конечно, по весу, по объему. И баклажан я буду подавать сейчас. Я технически его выложу на салфетку, на полотенце, чтобы чуть-чуть убрать из него влагу. А потом уже он перейдет на тарелку. Вот, смотрите, вот так. Теперь я его родим вам. У нас сегодня какая тема? Тхина. Я его сейчас залью. Вот немножко загустел тхинный соус. У меня как надо. Тхинным соусом. Вот так, чтобы не весь баклажан залить, чтобы были видны красивые места, так сказать, его поджарки, его прожарки. Ну, у меня есть пинцет, я поэтому могу сейчас аккуратно пинцетом выложить на него помидорки. Помидорчики, естественно, срезом вверх, чтобы мы все увидели эту красоту. И перчик сейчас сюда еще попадет. Сейчас я подцеплю вот так перчик, чтобы был тоже здесь. Ну, немножко, сейчас я лопаткой, немножко чеснок, чтобы сюда вот так попал. Немножко вот этого масла уже по тхинному соусу. Это будет красиво. Ну, и теперь немного петрушки. Вот это будет баклажан с тхинным соусом. Вот так я не буду очень попадать, опять же, на баклажан, чтобы все было видно. Все. Значит, одно блюдо полностью готово. Теперь занимаюсь следующим. Батат здесь хорошо колируется. И теперь рыбка. Значит, помните, рыбка была замаринована. И помните, я сказал, что она будет запанирована в кукурузной панировке. В кукурузной муке. Смотрите, вот это кукурузная мука. Возьму подсобную тарелку вот такую глубокую. В ней будет удобнее панировать. Помните, я сказал, что льезон у меня для двух блюд. Я прямо в рыбку выливаю льезон. Сейчас она увлажнится и будет клейкой. На нее хорошо наклеится мука. Я перемешаю рыбку. И теперь мне остается только укладывать ее в муку, панировать. И затем жарить в таком, видите, на полуфритюре. Я могу воспользоваться пинцетом. Да, вот рыбка пошла потихонечку жариться. Вот так. Я могу еще один кусочек для одновременной жарки положить в муку и затем в масло. Вот сейчас рыбка у меня спокойно, как раз так неторопливо жарится. Подготовлю я для нее сейчас подачу. Так, немножко сомнем. Сейчас сюда рыбка ляжет и все будет лучше. Тхинный соус я могу сейчас доработать. Смотрите как. Я сейчас немного петрушки, смотрите, прямо в жир. Вот петрушка стала пока, у меня здесь немножко зеленее. Я бросаю ее, посмотрите, в тхину. От температуры, видите, петрушка становится еще зеленее. Вы, наверное, догадались. Я хочу сделать зеленый тхинный соус. Вот рыбка сейчас очень хороша. Вот посмотрите на эту хрустящую рыбку. Проверяю батат. Батат уже готов. Я сейчас его выключаю. Пусть он немножко постоит просто в горячей духовке. Я сейчас беру блендер. Вот идет. Ну, здесь-то соус подаешь отдельно, да, потому что рыбку надо макать уже собственноручно. Вот посмотрите, приятный такой светло-зеленый цвет у соуса. Рыбка уходит вот сюда. Батат. Вот, батат. Хорошо подпекся. И смотрите, дольки батата пойдут вот сюда. Батат тоже очень неплохо макать в такой соус. Тхинный, как и рыбку. Ну и вот, собственно, друзья, посмотрите, как я сегодня задействовал тхину. Приготовь из нее тхинный соус. Баклажан с обычным тхинным соусом. И рыба в кукурузной панировке с бататом с тхинным соусом, в который добавлена еще и зелень. Петрушка, поэтому он такой имеет светло-зеленый цвет. Так что, друзья, идите на сайт телеканала Еда, tvda.ru, жмите на желтую кнопку и отправляйте мне заявки. Те заявки, которые помогут вам справиться на своих собственных кухнях. До встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok